Меня сейчас гораздо больше волнует, куда именно Никита Михалков собрался выслать Владимира Путина. Дело в том, что Михалков, да, он предложил лишать гражданства всяких заклинателей, призывателей и одобрителей санкций. И безжалостно этих людей высылать из страны. Вот мне интересно, куда он собрался выслать Путина и, главное, то государство, где находится, которое его примет. Вообще, есть ли такая страна, которая примет Владимира Владимировича? Или ему придется остаток жизни на нейтральной полосе с чугунком и чемоданчиком так и досидеть до старости? Причем именно с 2014 года о пользе санкций больше всего говорил Владимир Владимирович. И большинство санкций, в общем, призвал именно он. И ему вторил и второй тоже кандидат на вылет из страны, и на лишение гражданства, тоже Владимир Ногундяев. Потому что он ведь в свое время глаголил, что если бы санкции не наложили, нужно было бы их выдумать. И про то, что импортозамещение пойдет на пользу России. И про то, что это фантастический шанс для индустриализации страны. И еще были всякие сановные призыватели и заклинатели санкций. И странная вообще инициатива Михалкова, что это он вдруг такой отважный. Либо у него, в общем, с памятью хуже, чем у аквариумной рыбки Данио Реррио. У той все-таки на протяжении почти полутора лет может какая-то остаточная информация сохраняться. Но вообще плохо, конечно, когда всего одна извилина, и она сделана таким тупым предметом, потому что в Кремле шуток-то не понимают. И они-то помнят, что они говорили про санкции. Вообще Михалков вместо этих всех выслать, лишить гражданства мог бы придумать что-нибудь новенькое. Например, в судебном порядке приговорить судом к просмотру программы Бесогон или набора собственных фильмов. Но это, правда, была бы предельная жестокость, он гуманист, вероятно. Или можно было бы там, не знаю, замуровывать в стенах Геленджикского дворца, как нашаливших монахинь. А то мы помним, да, что они довысылались в свое время, долишались гражданства. И потом в 1991 году небольшая толпа поддатых и разгневанных юнцов к чертовой матери разогнала огромную армию, политбюро, ЦК, Верховный Совет и заодно КГБ и все остальные структуры. Причем это произошло, как ты помнишь, меньше, чем за сутки. А в этот раз произойдет, вероятно, еще быстрее. Но потом, правда, все вернется на круги свои, потому что вот эти вот пятна кошмара, цвета кошмара все равно будут присутствовать на картине России. Потом эти пятна кошмара начнут сливаться в чуть более крупные кляксы. Потом эти кляксы подтянутся друг к другу и все опять затянет тем же самым кошмаром, в котором, собственно говоря, мы и живем сегодня. То есть все вернется. Вернется.